срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте на связи федор васильев думаю это видео будет многим интересным ничего подобного еще не записывал все вы знаете а может быть и не знаете что искусственный интеллект идет семимильными шагами во всех направлениях ранее я записывал видео урок на второй свой проект видео уроки ком о том как использовать нейросеть при создании уникальных изображений сегодня искусственный интеллект врывается и в сайты в это видео разберем компонент для joomla с помощью которого можем подключить искусственный интеллект к нашему сайту и генерировать контент статьи на фоне наших предпочтений то есть искусственный интеллект для нас будет писать статьи такое есть уже и на wordpress давайте в этом видео посмотрим что за компонент такой итак начнем с вами с разработчика вот сейчас открыта страница данного плагина естественно платный разные есть тарифные планы удивительно что есть поддержка русского языка то есть плагин компонент переведен на русский язык вы можете получить скидку на данный плагин 25 процентную купон на скидку если будете приобретать данный плагин я оставлю в статье на своем сайте fedor васильев точка ком соответственно под этим видео ссылку оставлю на статью перейдете там будет статья и купон на скидку если вас заинтересовал данный плагин он уже установлен у меня на моем тестовом сайте устанавливается штатно как обычно поэтому я это показывать уже не буду после установки компонента он будет находиться вас компоненты вот его позиция а и контент генератор нажимаем потом нажимаем на название здесь у вас будет пусто здесь я уже пробовал генерировать контент сейчас будем разбирать как это работает но сначала чтобы этот плагин раб заработал естественно сам по себе работать не будет он работает через специальный сервис об она и в этом сервисе нужно зарегистрироваться этот сервис на вам выдаст ключ айпи после того как вам сервис выдаст ключ надо зайти в настройки данного компонента и вот сюда включать и проставить его здесь там есть нюанс для россии сервис об она и не работает и для того чтобы там зарегистрироваться я уже записал отдельное видео на своем сайте видео уроки ком поэтому здесь об этом я говорить не буду также в этой же статье на сайте fedor васильев точка ком я оставлю ссылку на все дополнительные нужные уроки к этому видео дальше с вами движемся когда ip проставили смотрим модель open а и но здесь нам говорится в подсказке на русском языке что лучше использовать эту модель права доступа можете настроить и параметры история версии я включил до количество версии 5 удалить айди из url поставил да и нажал сохранить далее вы нажимаете здесь создать давайте нажмем создать здесь поля помечены звездочкой обязательно и здесь все на русском подсказки есть содержание темы например итальянская кухня свои смотрите этот компонент он для вас искусственный интеллект с этим компонентом и сервисом об она и искусственный интеллект будет для вас генерировать текст по сути статьи да здесь есть свои нюансы возможно нужно будет посидеть тут под ладиться то есть не все так гладко но у нас уже это работает и возможно вам это просто сократит уйму времени к сожалению на русском языке и вряд ли я не знаю когда на русском языке будет писаться текст но я вам так скажу на английском языке я создал статьи они очень легко переводится через google translate нормально переводится и мы сейчас с вами это посмотрим то есть вам изначально какие-то критерии нужно задать чтобы искусственный интеллект понимал какой текст вам нужен значит вы пишете содержание темы из подсказки читайте подсказки полей количество заголовков язык можно выбрать видите из предложенных но нету русскую как я и говорил то есть это именно как будет набираться текст на каком языке стиль письма опять же здесь надо играться выбирать стиль и смотреть как искусственный интеллект исходя из этого стиля будет преподносить вам текст то есть наверно да посидеть и посоздавать по выбирать разные вариации я вот оставил как есть также можно выбрать тон письма добавить слоган я добавил добавить заключение следующая на вкладка настроек здесь я оставил все по умолчанию из подсказки но тут такой себе перевод говорится что можем управлять этими параметрами максимум добавить там 09 это будет как-то влиять на текст я здесь долго не игрался вот оставил все по умолчанию здесь конечно нужно сидеть смотреть пробовать и вот эти все параметры как-то менять это уже если прям серьезно займете просто надо играть параметром исходя из описания смотреть что лучше подходит как текст будет генерироваться искусственным интеллектом я оставил все по умолчанию дальше контентная магистраль заголовок я не записал оставил пустым то есть заголовки из исходящий от и и то есть это искусственный интеллект здесь по плюсу можете добавить неограниченное количество заголовков и заголовки будет помечаться тегом h23 как хотите сейчас я вам покажу как я делал в предыдущий варианте дальше содержимое заполнять содержимое введение содержимое заключение на ваше усмотрение и кнопка когда то есть тут какие-то данные ввели потом переходим сюда нажимаем завершить содержание то есть тогда работает уже интеллект и выдает вам текст и вот смотрите я отсюда выйду то есть у вас здесь может видите копиться столбиком разные вариации вашего текста что я делал здесь я задал заголовок jumel 4 также лучше на английском языке задавать язык английский вот смотрите как я выставил параметры здесь я ничего не трогал здесь заголовок я поставил jumel 4 в h2 здесь wordpress 6 h2 больше ничего не делал нажал сгенерировать и у меня автоматически автоматически проставился в h2 давайте посмотрим в h2 действительно jumel 4 мой заголовок а вот этот текст написал искусственный интеллект причем за какую-то секунду и сразу ниже по моему запросу который задал здесь он подставил wordpress 6 и написал текст для wordpress 6 и смотрите что я сделал то есть теперь получается вот этот текст вы переводите на русский язык и вставляете в свою статью на своем сайте допустим но смотрите сразу мне стало интересно откуда искусственный интеллект мог вообще взять вот этот текст у меня складывается впечатление что он его просто откуда-то взял допустим с какого-нибудь сайта но я прошел на сервис адвега то есть сначала предварительно текст я перевел на русский язык потом я прошел на сайт адвега проверка уникальности текста это очень важный момент потому что если текст будет по сути сворованный смысла от него нет текст должен быть уникальный для сайта смотрите какие результаты по вот этому тексту поджумал 4 вот здесь вот вот видно 15 процентов совпадает вот помечено желтыми словами террает это два процента смысле рерайт 98 то есть переделанный текст это тоже можно использовать то есть текст рерайт можно использовать на сайте если бы у нас было скажем вот все желтым да то это уже текст нам вообще не подойдет для сайта но помните самый важный момент сегодня текст такой завтра он уже другой и намного лучше помните что искусственный интеллект самообучаем он обучается как лесной пожар даже наверное еще быстрее с каждым разом все умнее и лучше поэтому если сейчас сегодня вы видите результат так себе то уже завтра ждите как будто какой-то профессиональный сеошник вам текст написал только сеошник будет писать текст допустим полдня если текст большой а искусственный интеллект вам выдаст текста допустим за 10 секунд давайте попробуем вот здесь вот на сайте нажмите чтобы воссоздать то есть вот как это происходит вот так вот затемняется экран возникает окно идут какие-то секунды контент дорабатывается пожалуйста подождите сейчас у меня в пен был отключен и скорее всего у нас ничего сейчас не получится помните из-за того что вот этот сервис open а и он не работает в россии пока что пока что вы все делаете через подключенный vpn что такое vpn у меня было отдельное видео на сайте видео уроки ком кто не знает вот сейчас вам наглядный пример я без vpn заходил и хотя его прямо сейчас его включил через приложение но у меня все равно идет задержка но первый раз у меня все получилось генерировать то есть когда вы связываетесь с этим плагином и даже когда вы настроили получили ключ через open а и и используете для плагина сам плагин работает без vpn но он работает в связке с этим айпи поэтому даже когда генерируете текст это придется делать через vpn но если вы не из россии вам не надо вообще заморачиваться вы спокойно можете зарегистрироваться и пользоваться без проблем здесь я просто нажимаю назад сейчас у меня это сделать не получится но вот это действительно сделано искусственным интеллектом но здесь вот есть некий вопрос по тексту казалось бы он немножко устарел потому что здесь года 20 21 то есть есть такое момент что искусственный интеллект еще не обновился до 2023 года то есть в нем нет информации на этот счет есть такой момент не знаю точно ли это но судя вот потому что на тексте здесь написано как будто бы сейчас 21 год на самом деле уже 23 год и здесь информация должна как-то по-другому мне кажется выглядеть в общем смотрите пробуйте это еще у нас все новинка это еще только все начинает развиваться я думаю что позже это будет доходить до совершенства и потом дойдет до того что код именно программный код например написать шаблон за вас из-за программистов это будет делать интеллект искусственный то есть он будет создавать вам шаблоны натягивать на движки шаблон для интернет-магазина также все оптимизировать и все делать это быстро уникально красиво и без ошибки в коде и никаких знаний по коду там по написанию шаблонов или еще что-то не будет требоваться я думаю что это будет еще не скоро очень не скоро может быть даже не на нашем веку но это все очень быстро движется и вы видите что это уже врывается в сайты искусственный интеллект поэтому будем за этим наблюдать следить надеюсь для вас видео было интересно и полезно если вам это интересно напишите свое мнение в комментариях а мы с вами увидимся в следующих видео пока пока друзья в следующих видео Продолжение следует...